В библиотеке штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке состоялся круглый стол, посвященный урокам, извлеченным учеными и медиками из чернобыльской трагедии. Событие проходило в рамках 11-го ежегодного месяца русского наследия в сотрудничестве с мэром Нью-Йорка Майклом Блумберга, городской администрацией и газетой New York Post. Участники форума обсудили последние научные прорывы в области диагностики и лечения лучевой болезни и вызываемых ею онкологических заболеваний. Речь также шла о том, как опыт Чернобыля может помочь жертвам трагедии на японской атомной электростанции в Фукусиме и жителям других регионов высокого риска. Вот что сказал в интервью нашему телеканалу постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев. Это жест солидарности. Это жест солидарности. И сегодня он очередной раз проявляется здесь, в стенах ООН, в рамках фестиваля и в рамках программы ООН. Вот почему это важно. Почему в ООН? Потому что в ООН начиналась собираться группа людей, сначала энтузиасты, потом все мировое сообщество объединилось для того, чтобы помочь наиболее пострадавшим странам Украине, России и Беларусь преодолеть все последствия Чернобыльской катастрофы. С того времени, по сегодняшний день, в ООН существуют программы. Программы помощи, программы выхода из этой проблемы и программы превращения ядерной энергетики в безопасный источник энергии. Вот почему в ООН. Продолжение следует...